Деревенским жителем не является крестьянином, он в определенной степени этим крестьянам самим своим положением, самим своим родом занятием противопоставлен. То есть это его диссидентство, его инакомыслие имеет некую социальную обусловленность. Он говорит и о духе Возрождения, который в Италии в это время царит и добирается даже в какой-то отраженной непосредственной форме до самых дальних углов. Но тем не менее, все равно эта история остается историей очень личной. И как очень личная история, она важна именно поскольку она взаимодействует с неким субъективным опытом, субъективным восприятием читателя. То есть это история о человеке, которая может быть прочувствована, понята и воспринята читателем исследования совсем по-другому, чем он привык смотреть на историю, чем он привык смотреть на историческое повествование. И, собственно, именно такое понимание истории, характерное для Гельсбурга, оно, в общем-то, дает ключ к пониманию того, почему историк обращается к теории литературы. Это не как бы эстетической теории, в самом широком смысле этого слова, а именно ей и посвящен этот текст. То есть этот текст, написанный историком, он как бы практически не говорит об истории, он практически не говорит о исторической науке, какой-то исторической проблематике. Он говорит о литературе, он говорит об искусстве, он говорит о Шкловском, о Толстом, о Прусте и так далее. И только в конце, в самых последних двух абзацах Гельсбург очень осторожно, очень неуверенно пытается провести какую-то связь между главной проблематикой этого текста и, собственно, проблемой, которая, с его точки зрения, стоит перед исторической наукой. И, в принципе, если бы вы этот текст прочитали до конца, вы бы ощутили какую-то внутреннюю неуверенность, которая присутствует в его окончании. То есть там, где, казалось бы, должны были быть сосредоточены основные четкие выводы после такого масштабного размышления, масштабного исследования по своей широте, губине, которая в этой статье содержится. Итак, о чем здесь идет речь? Речь идет о таком понятии, как «остранение». Что-то такое, кто-то встречался вообще с этой дефиницией. Читаля. Ну, тогда я процитирую, собственно, такие пространные цитаты, моменты из Шковского, которые приводят Гентлург. в своей статье. Сначала он говорит о вот этой знаменитой статье Шковского «Искусство как прием». Ну, не статья, а главе из его раннего книги. Где Шковский говорит «Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши науки». Если кто вспомнит ощущение, о котором он умел держать в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, согласиться с нами. Процессом автоматизации объясняется закон нашей прозаической речи с своими достроенной фразой и с его полувыговоренным словом. И Шковский пишет далее. «Для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы сделать камень-камень, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия. Так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство – есть способ пережить деланные вещи, а сделанные в искусстве не можно. Вот как бы было могли бы отсынуть это высказание. Чему здесь идет речь? В общем, в Плосковом есть продолжение этой мысли, как прерывание автоматизма. Собственно, это есть такой резюме этой цитаты. То есть восприятие, как нарушение, автоматизация автоматизма, приятия. Нарушение автоматизма и приятия. Да, да. То есть здесь автоматизм и остранение, они противопоставлены, они противостоят друг другу. То есть как цель, ну, даже можно сказать так, что остранение – это есть как бы такой ну, разрыв, да, такое прерывание некого вот этого автоматического, доведенного до автоматизма потока жизни. Да, когда мы каждый день проживаем как бы какую-то последовательность действий, и в какой-то момент, в этой последовательности вдруг наступает остановка или какой-то как бы момент прерывания, когда мы когда у нас вдруг появляется возможность взглянуть на так сказать окружающие нас вещи отстраненно, да, или как писал другой автор, на который я буду ссылаться, который не упомянут в статье Гинбурга, но который, так сказать, мысли которого очень сильно коррелируют с тем, что писал Цикловский и вообще с этой проблематикой остранения, речь идет о Александре Воронске, у которого есть такая статья называется «Искусство видеть мир», в котором, ну, чуть там по-другому, но, в общем, он пытается говорить о том же самом, да, и Воронске в своей статье говорит о возможности увидеть вещи, как увидеть то, что нас окружает, как будто бы в первый раз, как будто бы мы никогда с этим не сталкивались, и, так сказать, момент вот этого эстетического озарения, он наступает тогда, когда этот Воронский пишет, мне очень нравится это его мысль, когда он пишет о том, что мы в этот момент мы можем относиться к вещам бескорыстным, да, то есть автоматизм, это собственно есть не что иное, как постоянное потребление мира, да, то есть нам, так сказать, каждый элемент реальности нам нужен, как бы, зачем-то, да, мы его устраиваем вот в этот наш бесконечный как бы жизненный поток как бы основное потребление, да, и остранение есть не что иное, как момент бескорыстного, действительно, бескорыстного отношения к миру, да, то есть нам, как бы, мы смотрим на вещь впервые, потому что она нам ни за чем не нужна, именно поэтому мы можем увидеть как бы ее подлинное значение, да, мы можем увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. Вот этот вот момент реальности, доступный нам только тогда, когда мы отказываемся как бы от любых привычных инструментов познания и реальности, да, он является на самом деле очень проблематичным, очень, очень, важным для понимания того, что такое есть особая область эстетического познания. И дальше Гинсбург пытается рассмотреть, каким образом работает остранение как литературный прием, да, собственно, как остранение работает как инструментов познания, которые связаны не столько с, а не столько с каким-то личным моментом, разрывом в этом автоматизме реальности, но который становится очень сильным инструментом критики. Да, собственно, этот момент остранения, он напрямую связан с социальной критикой. Да, то есть момент, когда происходит политическая протестная инициация, когда человек живет, ему кажется, что все, что происходит вокруг, это как бы есть жизнь, таковой закон, иначе быть не может. И вдруг у него выступает вспышка, момент озарения, когда он понимает, что ничего подобного, что никакой логики происходящего нет, что все это какой-то бессмысленный, безобразный бред, который может и должен быть преодолен. И вдруг у него появляется совершенно иное восприятие реальности, которое вступает в резкий конфликт с существующим порядком вещей. и вот это восприятие реальности как политическое, не просто не эстетическое озарение, а политическое озарение, оно заставляет его творить самые радикальные вещи, которые опять-таки являются вещами бескорыстными в том смысле, что они не приводят его ни к одной из возможных точек успеха в этой реальности. То есть он делает то, что делать не должно. Он действует так, как действовать неправильно. Потому что он увидел мир как будто впервые. У него произошло переключение и обратно вернуться не может. То есть он уже не может войти в некую ситуацию нормализации. Он не может уже устранить этот момент острого постоянно переживаемого дискомфорта с окружающей действительностью. и собственно момент остранения является моментом глубоко личным, моментом глубоко субъективным. То есть именно поэтому я например думаю что если человек не склонен к радикальному политическому жесту, выражению протеста он нельзя в этом убедить. если он считает что все хорошо то нельзя убедить в том что все нехорошо. Это можно сделать на уровне риторики на уровне аргументов но его состояние останется прежним. В конечном итоге вопрос заключается в том что вы видите что все нехорошо а он этого не видит. И в этом отношении любые аргументы летят мимо цели потому что человек не выходит из того состояния автоматизма в котором он склонен пребывать и в котором он продолжен пребывать после нашей другоучительной беседы. И момент этого взгляда как бы другого взгляда он если обращаться к тем литературным примерам которые приводят Гилсбург в своей статье они связаны с литературным моментом связан с фигурой другого в литературе которая встречается очень часто проходит через всю литературную традицию когда появляется дикарь животное какое-то невидное существо которое приходит в наш мир и вдруг говорит что то что вы считаете само собой разумеющиеся на самом деле не имеет никакого смысла я не понимаю почему вы называете черное белым или наоборот это удивление другого которое воспроизводится в огромном порядке один из центральных лицературных приемов который очень резко проблематизирует этот момент отстранения один из самых таких примеров который лежит на поверхности это путешествие Голливера где он путешествовал попадая из одного мира связанного с изменением оптики его личной и оптики существ которые окружают из одного мира в другой и один из последних миров попадает мир где живут совершенные существа в виде лошадей его поражают тем что ну собственно это мир в котором этот момент остранения он доведен до предела когда он переживает это настолько остро что ему не хочется жить он преодолевает главный пункт автоматизма это пункт между жизнью и смертью когда например один из этих гуингов говорит что я не понимаю зачем люди лгут им же нужен язык для того чтобы передавать мысль но вместо того передавать смысл почему они вместо того чтобы передавать смысл используют для того чтобы передавать смысл которого нет то есть это использование языка которое они не могут понять зачем зачем нужна ложь? Нам, естественно, очевидно, зачем нужна ложь, потому что мы живем в том режиме, в котором ложь более естественна, чем правда. Мы часто не понимаем, зачем правда нужна. Кстати, интересно, что эта тема лошади как такого образа радикально другого и образа чего-то радикально честного, она постоянно возникает в литературе. И, собственно, Гинсбург здесь приводит как раз большой отрывок из Толстого, знаменитого рассказа «Толстомер», где лошадь свидетельствует, говорит о том, что многие из тех людей, которые меня, например, называли «свои лошади», не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали меня добро, опять-таки, не те, которые называли меня «свои лошади», а кучерак, навал и вообще по-сторонним людям. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас лошадей, понятия «моё» не имеет никакого другого основания, кроме низкого и животного людского инстинства, называемого ими чувством или правом собственности. Человек говорит «мой дом» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит «моя лавка, моя лавка сукон», например, и не имеет одежды из лучшего сукна, который есть в его лавке. Я убежден теперь, что в этом состоит существенное различие людей от нас. В эпитамоне, говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди. Деятельность людей, по крайней мере тех, с которыми я был в отношениях, руководимы словами, наши руководимы делом. И, собственно, дальше Геннгург дает нам, он проводит такой генеалогический экскурс в происхождении остранения. Он говорит о этой фигуре дикаря, говорит о знаменитом идеологии, точнее, обращении дунайского крестьянина его вымышленного персонажа Марку Аврелию, который выступает в качестве обличителя римского завоевания, римской жажды власти, римской жажды земного могущества, которое с его точки зрения бессмыслено, есть не что иное, как автоматизм, лишенный глубинного, действительно правдивого основания. И дальше, собственно, от этого, как и следовало ожидать, Геннгург переходит к анализу самого Марка Авреля, потому что философия самого Марка Авреля дает как раз один из самых ярких вообще в истории человеческой мысли примеров вот этого остранения уже философского, не литературного, а философского. Ну, и, собственно, да, он говорит о том, что... Сейчас... А, вот с присутствующего, хочу, кто-то читал Марка Авреля? Да. Ну, вообще-то очень не сильное впечатление это чтение производства. Да, то есть вы сразу начинаете как-то, ну... Ну, как бы... Оно так... Вдруг, может быть, на какую-то там секунду, ну, там, оно резко вообще меняет ракурс вообще восприятия окружающего мира. Да, когда он говорит... Ну, тут зачитают статую, которую приводит Геннгург, которая вообще довольно неизвестна. Ну, то есть... Он говорит, как представлять себе насчет подливы или другой пищи такого рода? Что это рыбий труп, а то труп птицы или свиньи. Что фальянское вино, опять же, виноградная жижа. А то бы, окамленное пурпуром, овечьи волоси, вымазанные в крови ракушки. При слухуплении это трение внутренности, выделение слизи с каким-то содроганием. Вот таковы представления, когда они метят прямо вещи, проходят их насквозь, чтобы усматривать, что они такое. Так надо делать и в отношении жизни в целом. И там, где вещи представляются такими же... Таким уж преубедительными, обнажать и разглядывать их невзрачность и устранить передания, в которой они рядятся. Вот как Марк Авреля, он весь в этой цитате. И, собственно, именно в этой цитате очень важный момент вообще античного восприятия философии как жизненной практики. Философия – это не просто род занятий, профессия, наука. Философия – это же именно практика. Вот так вот смотреть на мир – это значит быть философом. Если вы там, не знаю, трогаете пирогами и занимаетесь какими-то повседневными делами, и, так сказать, свободно от работы времени интересуетесь философией, вы очень не поймете, о чем это. Потому что философия, она предполагает от вас полного изменения всей вашей жизни. Вы должны полностью жить по-другому. И, так сказать, вот эта вот жизнь по-другому для античного философа, она связана и с конфликтом с кружающим миром. Это какие-то, в общем, давно известные вещи, можно говорить и вспомнить историю Сократа, и суда, так сказать, Сократом, защитительной речи знаменитой и так далее. Я просто не буду уже в это погружаться. Сейчас, в принципе, об этом очень много написано. Ну, из-за того, что написано, могу сослаться во знаменитого французского философа Пьера Адо, который, собственно, один из самых проницательных в этом отношении исследователей отечественной философии. Я писал там о Аврелии, о Платине, о разных других замечательных людях. Так, ну вот, собственно, мы минуем все, что связано с Марком Аврелием, которому делено большое внимание в этом тексте. И, собственно, дальше Демскок переходит уже к традиции нового времени, говорит о Монтене, о Лабригере. Вот, например, приводит такую цитату Лабригера, ну, знаете, одного из таких классических французских моралистов XVII века. Он пишет. Порой на полях мы видим каких-то диких животных, мужского и женского пола. Грязные, землистопленные, сбаленные солнцем, они склонятся к земле, копая и перекапываясь вниз к крушенному костю. Они нацелены, однако, чем раздельные речи и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик. Это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логовом, где утоляют голову торжаным хлебом, водой и паренью. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай. И заслуживают этим право не остаться без хлеба, который они сами посеяли. Чистый пример остранения, который не приводит его автора к неразрешимому конфликту с окружающим миром, но задает некую дистанцию. дистанцию, которая может выполнить свое продолжение по такому цинизму, критическому всепонимающему безразличию. И дальше он прекрасно продолжает развивать эту тему уже через прочтение Вольтера. Надо сказать, что для Вольтера, для философских повестей, которые, надеюсь, с ними знакомы, вот этот момент остранения, он тоже является одним из центральных. Помимо этой цитаты, первое, что приходит по-моему, это одна из лучших повестей простодушных, где рассказана эта история некого канадского индейца, который попадает в французскую провинцию. Это такой дикарь с абсолютно свежим восприятием, который не знает об этом мире ничего. И это незнание об этом мире дает ему возможность познания, в которой лишены люди, которые в этом мире продолжают эту повседневную автоматику своего существования, вместо того, чтобы этот мир познавать таким, как он есть на самом деле. Он за счет своего полного незнания, полного невежества обладает возможностью познания гораздо больше, гораздо более весильнее, искреннее, чем те люди, для которых этот мир является как бы своим, единственным, с чем они знакомы. И каждый раз, когда жители этой французской провинции знакомят его с какими-то своими обычаями, которыми, кажется, логичными, естественными, которые не могут быть пересмотрены, он изумляется от того, насколько они абсурдны, так сказать, бессмысленны. И вот, собственно, вся эта повесть построена на вот этом моменте остранения. И здесь он гимн приводит статуи с другого произведения Вольтера «Философия и истории», где Вольтер пишет следующее. Кого вы разумеете под дикорезом? Каких-то грубых мушланов, летающих в хижинах вместе со своими самками и несколькими животными. Существ, которые в любое время ухода терпят на своей шкуре климатические излишества. Которые знают лишь землю, дающую пропитание, и базар, где они иногда продают свою смесь, чтобы купить взамен какие-нибудь грубые одежды. Которые говорят на наречия неведомых городах, которые имеют в голове мало мыслей, и к тому изъясняются немногими выражениями. Которые, по известной инициальной причине, подчиняются какому-то громотению, которому они каждый год отдают половину всего заработанного имя в поте лица. Которые по определенным дням за чем-то собираются в каком-то анбаре и участвуют в обрядах, значения которых мне неизвестно. Причем слушают непонятные речи какого-то человека, одетого иначе, чем они. Которые иногда покидают свою хижину, заслышав барабанную дру. И тогда идут в далекие земли, чтобы там гибнуть и убивать себя и подобных. За одну четверть той суммы, которую они могли бы заработать своим обычным трудом у себя дома. То, что это классический пример остранения. И Гинзбург замечает, что этот замечательный пассаж был, разумеется, вдохновленный фрагментами из «Лабрельера», который я разобрал. В обоих случаях перед нами перефраза. Шаг за шагом постепенно открывающие неожиданные в своей странности очертания давно знакомого объекта. Этим заставляющие читателей совершить познавательные усилия. Между двумя текстами есть различия. «Лабрельер» не дает описываемому объекту никакого наименования. Вольтер же делал гениальный ход. Он сначала дает объекту неверное имя, но постепенно выясняется, что это неверное имя и является самым верным. Тоже, собственно, ход, который показывает, поскольку глубоко Вольтер овладевает этим приемом остранения. Ну и дальше Вольтер продолжает, что таких дикарей хватает по всей Европе. Притом надо признать, что канадские племена и кафры, те, кого нам угодно называть дикарями, бесконечно превосходят наших собственных дикарей. Гуроны, эллиной, скафор, катентод умеют сами изготавливать все то, в чем нуждаются. А наши мужланы не владеют подобным искусством. Племена Америки и Африки свободны, а наши дикарям неведомо само понятие о свободе. Так называемые американские дикари знают, что такое честь. А наши европейские дикари никогда не слыхали о чести. Американские дикари есть отечество, они его любят, они его защищают. Они заключают между собой договоры. Они отложено сражаются и зачастую изъясняются с героической энергией. Здесь надо сразу оговориться, что, конечно, никакого отношения ни к каким реальным жителям Северной Америки или дружной Африки, они это читают на эти известные племена. Конечно, это касаемо не имеет. Мы встречаемся здесь с классическим универсалистским просвещенческим подходом. где эта фигура остранения изобретается. Точно так же, как Толстой реконструирует сознание под лошадью, которая, естественно, не личкой учится с реальной лошади. Точно так же и Вольтер изобретает некого другого, который ему необходим для того, чтобы говорить о том мире, который нам знаком, на который мы хотим взглянуть другими глазами. Эти другие глаза мы как бы изобретаем сами. Это наше порождение, а не то, что нам реально дает наблюдение представителей других культур и других народов. Я сразу говорю, что вообще эта тема, она тоже является чрезвычайно важной для научной кислотуры. Я просто вспомнил прекрасную книгу, которую всем рекомендую. Эта книга по американскому историку Ларри Вульфу называется «Изобретая восточную Европу», где речь идет о том, каким образом европейское просвещение второй половины XVII века изобретало вот этого другого из некой непознанной, неизвестной Восточной Европы. То есть в России, Польше, каких-то стран, которые представлялись чем-то совершенно другим. Он очень хорошо показывает через анализ большого количества материала, что представления реально о России или даже о Венгрии или Румынии для большинства европейских просветителей этого времени были многим больше, чем представления о жизни патентонтов в Африке или Америке. И при этом отсутствие вот этого реального знания оно как раз было важным очень побудительным мотивом для того, чтобы смело выстраивать этого другого из позиции как бы этого другого, критиковать как бы и радикально препарировать свое собственное общество. Именно этим объясняется такое внимание Бальтера, скажем, к России или Руссо, к Польше, в которой ни тот, ни другой, которые у них никогда не были и ничего не собирались. Там рассказано о каких-то, ну там очень интересная книга. Там анализировались очень подробно все эти жанры путешествий, которые в конце XVIII века имели еще какое-то квазинаучное значение. Какой-нибудь западный аристократ или проходимец типа, я не знаю, или остров, да, совершал путешествия в Россию как бы или в Польше и описывал, ну, какие-то безумные вещи. Там, например, значит, лемуар какого-то, не помню кого, где он как бы рассказывает, потому что в Польше очень распространена такая болезнь, которая называется польский колдун, когда как бы поляки, они надевают такие шапки специальные, и у них волосы растут как бы не вверх, а внутрь головы. И это причиняет там страшную боль, и у них как бы поэтому все лица заливают кровью. Но они к этому привыкли, ну, как бы, что кровью все заливают, волосы растут внутрь, и они так ходят. И европейские жители, может, очень удивиться, увидев там, что в Польше полно людей, которые ходят, которые нормально улыбаются, у них кровь, там все лицо как бы заливают. Но удивляться не надо, просто надо знать, что есть такое, как бы, понятие «жёдкий колдун». Это когда в Севере волосы растут внутрь и зашатывают. И вот именно, в Севере, есть такое другое важное понятие «скивский гельмёнок». Это в России очень специально. Значит, это есть такое, как растение, хищное, оно живет под землей и резко из-под земли съедает ягнёнка. Ну, там, то есть, вот если вы едете там, например, да, и видите, что ягнёнок застыл на месте, то, скорее всего, там ягнёнка уже нет. Его давно изнутри съел растение, он просто вот так вот застыл на месте. Это называется «скивский ягнёнок». Да, это, ну, то есть, реально, какие-то дорожные вот эти вот описания 18 века, которые использовались как справочники. Конечно, если видеться в Россию, ну, там, удивляйтесь, да, видеть множество там тоже. То есть, Север Морин – это просто такая вот местная жизнь. Вот, и примерно с таким арсеналом представлений было совершенно естественным, как бы, без, так сказать, вот этих вот мифических, как бы, персонажей, лишённых, лишённых языка, потому что, что они говорили, было абсолютно никому непонятно, да, придумать этот язык за них, наделять их вот собственным языком. Точно так же, как Толстой наделял языком гоши, да, точно так же, там, французские просветители наделяли языком, там, русских, поляков, там, или, так сказать, какие-то ещё, там, народы, которые вообще в какой-то другой, как параллельной реальности. Житы там, скульпульмами, там, скульпульмами. Так. Теперь. Да, дальше идёт, конечно, очень большая часть, посвящённая Толсту, да, потому что, я просто не буду на этом подробно останавливаться. И, просто, есть очень важное описание, собственно, как бы специфического следа художника. Ну, у него такой персонаж, стиркня. К нему, кстати, Воронский тоже отсылает в своём тексте, и опрос даёт очень пространное описание, каким образом вот этот вот художник, как он видит реальность, да, совершенно по-другому, как у него построена, как у него построена оптика, как он способен увидеть, что там, совершенно радикально отлично от того, каким образом мы привыкли видеть. Да, каким образом привыкли видеть вот люди, которые видят как бы в силу привычки, да, не в силу того, что они вкладывают в этот взгляд, так сказать, какое-то, какое-то уникальное, особое значение. Ну, и, собственно, да, не буду просто повторять, что там, очень многие считают, что вот Вильстир – это такая собрательная фигура для того, чтобы описать, собственно, ну, импрессионизм, да, вот, что-то такое, художник-импрессионист, ну, и, собственно, да, о чем и заканчиваются, и заканчиваются те, кто считал, то есть такой вот долгий, такой вот впечатляющий, с большим количеством очень ярких цитат, анализ, собственно, остранения, да, вот такого вот размышления, какого-то вникновения, и в последнем абзаце он говорит, ну, в чем же интерес всего этого для историков, для исследователей, имеющих дело с архивными документами, материальными актами и прочими подобными объектами? Зачем историкам тратить время на размышления об остранении и других похожих понятиях, разработанных теоретиками и культурами? К ответу на эти вопросы нас может приблизить четвертая цитата из Пруста. Вот он дает такую цитатуру о войне. Есть еще одна страна войны, которую он, как мне кажется, начал было замечать, продолжил я. Война имеет человеческую природу. Войну проживает, как проживает любовь и милость. Ее можно рассказать, как роман, и, стало быть, повторять сколько угодно, что стратегия есть наука, этими наютами приблизят нас к пониманию войны, ибо война, по сути, со своими стратегична. Враг понимает в наших планах не больше, чем мы догадываемся. Какие цели преследуют любимую наша женщина? А возможно, мы и сами не знали тех планов. Разве немцы, проводя ту наступательную операцию в августе 2018 года, преследовали цель захватить Амьен? Нам ничего об этом не известно. А возможно, они и сами ничего об этом не знали. Их замыслом предопределил сам факт продвижения войск на запад к Амьену. Если даже предположить, что война по своей природе научна, то изображать все исследования было бы так же, как Элистер изображил море, в обратном порядке, начиная с иллюзий и верований, которые затем постепенно опробергаются, как Достоевский стал бы рассказывать чему-нибудь жизни. И, кстати, у него есть очень интересный отсылок к Достоевскому, где он сравнивает Достоевского и Толстого с точки зрения, что у Достоевского и Толстого присутствуют очень часто и, конечно же, это фигура остраненного рассказчика, который с некой дистанцией повествует. Но этот рассказчик у Достоевского и Толстого, как объясняет Динсбург, он радикально различается. То есть у Толстого это рассказчик, который почти дождественным автором, то есть у Толстого это рассказчик, понимающий, уже обнаруживший в себе радикальную способность к остранению, к тому, чтобы видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Человек, переживший эту историю, который видит ее совсем не так, как ее герои. Потому что герои действуют в некой внутренней логике этой истории, и действуют в силу той самой автоматики, либо каких-то разрывов внутри этой автоматики, но которые, так или иначе, принадлежат к самому ходу действий, ходу событий. То у Достоевского рассказчик не дождественным автором. То есть у Достоевского рассказчик это часто человек, который сам в себе автоматически не пережил. И за счет этого, собственно, выстраивается такая вот очень сложная как бы линия остранения, которая характерна для Достоевского, у которого несколько таких вот уровней в его романах. Собственно, да, дальше вот Генгур пишет. Легко вообразить себе, с каким одобрением встретил бы автора «Войны и мира» столь сильно выраженного просто на отрицание военной стратегии, воплощающей абсурдную идею, что человеческое существование предсказуемо, что с таким вещами, как война, любовь и ненависть, искусство можно управиться на основании готовых инструкций, чтобы познавать, значит, не прислушиваться к реальности, а накладывать на реальность заранее, как посевные схемы. В Прусте есть элементы того слова. Эти черты могут быть выражены словом, которое так любит бабушка-рассказчик, словом натюрель, естественность. Это слово имеет и моральный, и в то же время эстетический подтекст. Но есть в Прусте элементы Достоевского. Они связаны, во-первых, со способом показа персонажей через ряд частичных проекций, постепенных поправок, во-вторых, с настойчивым интересом к преступлению. Прояснение по последнему пункту вилога мне далеко. Я предпочитаю коснуться другого вопроса, более близкого к моей профессии. Мне кажется, что остранение представляет собой эффективное средство противодействия тому риску, которому подвержено всем риску принять реальность, включая сюда и нас самих, за нечто самоочевидное, само собой разумеющееся. Антипозитивисты смысл этого размечения не требует комментариев. Однако, подчеркивая, познавательный потенциал остранения хотел бы тем самым выступить с максимальной ясностью и против еще одной опасности. Против теории стремящихся размыть границы между историей и вымыслом дополненной различностью. Потому что последовательный путь к этому остранению предполагает радикальную критику нарратива как такового, в первую очередь исторического нарратива. И, собственно, вот эта близость к истории и литературе служит важнейшим пунктом для Хейбана Уайта, который здесь не упоминается, но который именно в этом абзаце критикуется. Я читал интервью Гиллсбурга, где он говорит о своем неприятии радикального отношения к истории, которая характерна для Уайта, которая говорит, если грубо сказать, что история – это вообще просто идентификация. Это главный тезисоид. Гиллсбург постоянно пытается, несмотря на то, что его собственный путь, его собственный метод его невольно к этому подводит, он пытается держать дистанцию. Когда Пруст говорил, что войну нужно рассказывать как роман, он совсем не имел в виду исторический роман. Наоборот, он хотел сказать, что как историки, так и романисты, или как и живописцы, имеют некую общую цель. И эта цель – познание. Эту позицию я полностью разделяю. Чтобы описать историографический проект, с которым я себя осуществляю, я бы использовал с маленьким изменением одну фразу просто – взятую из циата, приведенную выше. Если даже предположить, что история своя природа научна, то изображать все следовало бы так, что Плюстир изображал море, то есть в обратном порядке. Вот это качество изображения истории в обратном порядке, оно предполагает, как мне кажется, тот самый практический шаг историка навстречу изменению собственной оптики, который необходим для художника, или для писателя, или для человека, вовлеченного в… сделавшего какой-то радикальный политический выбор. То есть, иными словами, историк должен войти в конфликт с реальностью. А для этого он ту реальность должен полностью принять. То есть, как бы, ситуация, в которой историк полностью мотивирует себя от проживаемого времени, она прямо противоположна остранению. То есть, остранение, оно в то же время предполагает максимальную вовлеченность. Но именно максимальная вовлеченность, она и дает нам возможность преодолеть вот этот вот собственный автоматизм, как бы, на любом уровне. Да, и на уровне, там, какой-то повседневности, и на уровне теоретического познания. Вот такие вот мысли по поводу этого текста, которые, к сожалению, никто не прочитал к сегодняшнему семинару. Но я не знаю, насколько в контекте с интересом, что это уже не так интересно, читаясь после этого. Но мне кажется, что тут какие-то важные вещи, которые в рамках нашего проекта должны были быть проговорены. Спасибо вам за внимание. Пусть какие-то есть у вас вопросы, соображения, возражения? Ну вот я не совсем понимаю. В начале лекции ты говорила, что бесполезно чем-то ожидать человека, потому что пока он сам не переживет, он ничего не поймет. А потом, когда рассуждала о Маке Аврелии, я говорила, что по-другому видишь мир, когда его читаешь, ну, когда начинаешь это воспринимать. А чем тогда отличается речь? Ну, то есть, мировая литература наша поддает на какое-то вот, ты читаешь, а вдруг видишь что-то по-другому. Почему нельзя так же там, не знаю, что-то рассказать, чтобы человек вдруг по-другому осознал? Ну, это, на самом деле, хороший вопрос. Мне кажется, что все в этом учреждении перезвонит на то же, знаете, что он... На самом деле, чтение, или, так сказать, восприятие как-то речи тоже может быть автоматическим. Более того, и произнесение может быть автоматическим, и люди могут, так сказать, произносить какие-то слова, смысл которых для них непонятен. Более того, смысл привел бы это понимание Это привело людей к противоположным выводам. У меня самый универсальный пример – это христианство. Христианство непонятно без практики. Христианин – это не человек, который повторяет слова, который вовлечен в исполнение обрядов, который живет в рамках организационной, институциональной традиции. Это не человек, который владеет теоретическим инструментарием, теологией. Человек, который хорошо знает текст, а человек, который живет. В этом отношении одно из самых ярких текстов мировой истории, который дает этот объем отношения к христианству как к практике – это «Изповедь Августина». Вся история его жизни до принятия христианства связана с тем, что его невозможно убедить. Это человек, который чрезвычайно защищен в риторике, который чувствует вкус текста, который чувствует вкус теории, который может играть смыслами. Христианство ему понятно. Но если христианство понятно, то это значит, что человек может стать христианином. Он может стать христианином, если он начинает жить как христианин. И вот этот шаг Августин на протяжении долгих сознательной жизни не сделал. Потому что для него необходимо было к этому прийти через изменение собственной оптики. То есть необходимо было проникнуть в этот смысл. Увидеть мир по-другому. И в его тексте есть очень важный момент вспышки инициации. То есть он становится христианином не потому, что его в этом убеждают. Собственно, вся история его жизни, когда он принять все христианство, настоит в том, что всю его жизнь убеждали стать христианином. Его убеждала мать христианка. Его убеждают какие-то проповедники, как бы епископы, с которыми он вел изысканные беседы, диспуты. Но вот этого черты он не мог перейти. Он даже в какой-то момент хотел их перейти. Но он не мог. И у него наступает несколько очень важных моментов в его личной жизни, которые делают для него возможным переход к другой оптике. Когда вдруг вы читаете те же самые слова, но в тысячный раз. Но видите, в них смысл впервые. Вот этот момент происходит с Игустином. И этот момент имеет предистоятельное назначение для, например, разделения веры и знаний христианства. То есть вера и знания, например, для Августина, они для него важны. Он не говорит о том, что вера, например, в высшее знание, или, так сказать, или знание показало свою бесплодность, и поэтому нужно просто верить. Но постоянное погружение в этот мир знания, постоянное расширение своего восприятия, постоянное познание буквы, философии, оно все больше и больше усиливало его, так сказать, внутренний дискомфорт, который в определенный момент привел к пониманию границы, куда упирается знание, и где знание бессильно, потому что выступает момент этого личного люба, этого личного погружения, которое ты делаешь на рейс христианина. А как тогда ты занимаешься философом? То есть ты по-другому видишь мир, а по-другому? Если говорить о монтичной философии, то философом становится все через опыт. Как происходило становление философа? Когда человек приезжал в академию, и у него просто начинала другая жизнь, он отрекался от всех своих предыдущих привычек, от своих страстей, от своих повадок, начинал жизнь как по-другому. И там происходило не обучение, которое имело какие-то заданные сроки, а там просто начинала другая жизнь, в которой он мог жить год, два, десять лет. Вот эта жизнь делала человека философом. Вся вместе. Начиная от определенного ритма, укрощающего тела, подчиняющего тело сознанию, заканчивая беседами, вопросами. Именно поэтому, например, такая важна роль беседы, диалога, который идет из античной философии. Потому что диалог важен не с точки зрения того, что рождается истина, он важен не как инструмент научного познания, не как инструмент извлечения научной истины, а он важен как опыт, в момент которого происходит вспышка. Почему она происходит, может проходить в равной степени у обоих говорящих. А вот они как бы всегда положительные, вот этот момент странения, то есть там как бы есть, в положительном ключе или отрицательном, то есть как узнать там истинное странение, или можно применить такие категории? Нет, ну собственно говоря, странение, то есть это всегда познание некой сути вещей, может быть так, что есть какие-то примеры, что человек думает, что произошло такое? Нет, нет, я понимаю на связи с вопросом. Мне кажется, что нет такого, во-первых, астранения всегда индивидуального, и оно никогда не существует в чистом виде. То есть в чистом виде оно может быть как маркисом, в качестве некой идеальной модели, но в качестве личного опыта это всегда какой-то очень сложный, какой-то очень фрагментарный, хаотичный и очень такой индивидуальный, как бы личный путь. То есть не всегда у него может быть какая-то прагматическая польза? Ну как бы дать бы он никогда когда-нибудь? Похоже на социальную атрофологию, это я прописал, на самом деле, философы, то есть остраненность такая, изучает там какую-то индивидуину? Ну вот я как раз тут чуть позже прошел. В принципе, как раз эта фигура остранения, она противоположна фигуре от отстраненного ученого. Собственно поэтому эти два слова, они различаются всего на одну букву, но мне кажется, что между отстранением и устранением что-то огромная пропасть. Поэтому, собственно, меня, например, все время вызывают какое-то внутреннее чувство глубокого внутреннего недоверия, сомнения, такие люди, например, как социологи, в любом своем виде. Все все время, ну то есть я понимаю, о чем они говорят, о том, что они преследуют какие-то благие цели, о том, что они рефлексируют свой собственный способ познания, понимают, так сказать, вот эти узкие стороны, но, как бы мне кажется, что это такое личное ощущение, ощущение, да, что социологическая практика это нечто противоположное устранить. То есть это, как бы, такая вот постоянная культивация невозможности собственного включения. Даже если это включение по факту происходит, как бы, вы все никогда не забывайте о том, что вы социолог. Как бы, это очень важный, просто момент у этих людей, и поэтому он формирует особый тип личности еще. И социологи, они же там, ну, как бы, в чем-то похожее, да, и у них какая-то общая манера поведения, то есть они все время улыбаются, у них ровный темперамент, они все время положительно настроены, вот, и хочется, ну, там, чтобы себя сделать, да, что-то сделать, чтобы там лук как-то слетел там с клеца, чтобы они, как-то, не знаю, заговорили, что они, ну, то, как бы, забыли о том, что они социологи, да, и попробовали, там, взглянуть на мир, как будто они не видят впервые. Ну, а здесь я иду как-то диктое. Они просветленные. Что? А здесь я иду как просветленные. Просветленные. Преобщенные. Ну, приобщенные. Да. Нет, где диктое, например, то есть, понимающая социология, то есть... Ну, да, да, ну, я там, понятно, прощаянно. А я думаю, если какая-то смело себя нужна, ну, допустим, у нас сейчас происходит, есть события, да, и ты понимаешь, что вот, ты, как бы, делаешь шаг, там, вот, там, удаляешь, допустим, винта, веселку, там, революционер, да, и у тебя всегда, как бы, ну, как бы, не хрестолин, да, а революционер. И у тебя, в голове, вот это, как бы, сомнение, оно, ну, реально, это какая-то смелость внутренняя. Я думаю, на другие примеры тоже это нужно, как бы, эстерпорировать, потому что это сразу у тебя, как бы, начинается новая жизнь. То есть, ты сделал, как бы, вот этот, вот, смелый шаг, и, как бы, уже началось совершенно новое, как бы, скручивание, там, сборка новой, какой-то, реальность для тебя. А может начаться, например. Ну, там тебя забирают в автозак, там еще какие-то еще, что-то, и какая-то пошла, наверное, рефлекс, и сомнение, и... Это вариант был автоматизм. Каждый раз в автозак, выходил в определенную точку, делал определенное движение... Я, по-моему, как размера, да-да-да-да-да, Возьмелость. Мне, вот, часто снялся всякие с ним, там, проповедик. Каждый, второй, начнется сомн. И один, он говорит на то, что я еду домой, и, вдруг там улетают, так сказать, мультры, там, как бы, там, и такое все, как бы, сомнажем, уголовное дело, архутики, срок 5 лет, значит, их говорят, что это фальсификация, они говорят, ну да, конец вы говорите, сейчас наступает момент застранения, тебя на ближайшие годы, вот, и во сне же, что как бы очень важно, важна, ну, как бы, переживаемая эмоция, да, не сам сюжет, и переживаемая эмоция у меня такая, что, вот такое облегчение, что я думаю, что тюрьма, это вообще что-то, как бы, страшное, что-то чудовищное, что-то, вот, какая-то грань, куда-то переходишь, или за ней там начинается, так сказать, просто какой-то ад, как бы, на земле, о котором даже, вот, а, как бы, сюжет этого сна, он, так, наоборот, как бы, его эмоции, оно успокаивающее, если оказываться в тюрьме, оказываться, ну, не так уж плохо, там, нормально тоже люди, как-то же, что-то, не от, виноват, ну, там, нормально, есть свои отношения, ты их, там, постепенно узнаешь, и сон заканчивается на такой ноте, я бы сказал, даже мажорной, что я понимаю, чтобы еще несколько лет предстоит здесь не провести, но в целом, ну нормально, зря я вообще так нервничал, но вообще мне все так плохо. Когда Ольга Романова писала о своем муже, козловину, когда ее писали через учебной раз, она, я помню, кому апелировала из авторов, людей, которые были подвижны к испальностям и репрессиям, там существовало такое определение, что настоящая жизнь там, там настоящие люди, их так много, а вот запределом их это нереальная жизнь, это там какие-то, скажем, аномалии. Ну да, есть такое... Нет, ну это вообще отдельная большая тема вообще-то. Это очень интересно, кто и толкнулся с нами, потому что это очень честная приятель. Да, да. Ладно, давайте мы на этом завершим наш сегодняшний разговор.